Более ста молодых врачей и медицинских работников в этом году отправились в населенные пункты края. Выпускники пополнили списки сотрудников учреждений здравоохранения не только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, но и получили места в Бикинском, Ванинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, Солнечном, Ульчском, имени Лозо и имени Полина Осипенко районах. По программе «Земский доктор» предусмотрены единовременные выплаты до 1 миллиона рублей. В этом году 50 молодых специалистов воспользовались программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и теперь принимают пациентов в отдаленных районах Хабаровского края. Для восполнения кадрового дефицита районных больниц в этом году в регионе начали новую программу целевой ординатуры. Это целевая подготовка специалистов по программам специалитета и ординатуры. В этом году в Дальневосточном медицинском университете по целевым программам обучается 968 человек. Подробнее о том, как работает программа и какие преимущества она дает студентам в дальнейшем трудоустройстве, обо всем узнаем нашего гостя в студии Юрия Бойченко, министра здравоохранения Хабаровского края. Доброе утро, Юрий Афимович. Здравствуйте. Давайте начнем, пожалуй, сразу с проблемы, которая на протяжении уже многих лет стояла очень остро. Насколько остро она стоит сейчас, вы нам расскажете. Вот дефицит кадров медицинских в сельской местности. Как-то меняется ситуация и каких специалистов именно не хватает? Проблема стояла действительно остро и стоит, и остается. Общие цифры. У нас дефицит врачей по краю вообще всего 629 человек. Средних медработников чуть меньше, 548. Если говорить про сельскую местность, то, естественно, самые востребованные – это у нас педиатры, это у нас терапевты, врачи общей практики, ну и фельдшера, которые работают на ФАПах. То есть на сегодняшний день не хватает порядка 128 врачей сельской местности и 142 средних медработников. Проблема имеет общий характер для всей Российской Федерации. Я хочу напомнить, что мы уже говорили неоднократно по комплектованности, по обеспеченности врачами. На самом деле Хабаровский край находится в тройке лидеров-субъектов ДФО по обеспеченности. Но это не говорит, что у нас все замечательно. Эта проблема существует во всей Российской Федерации. И недавно, буквально неделю назад, был правительственный час на Думе правительства Российской Федерации, где наш министр Михаил Абедович Мурашко докладывал по ситуации только по кадровому обеспечению. То есть эта проблема стоит везде и очень остро. К сожалению, комплектованность у нас, как один из показателей, составляет по крайней мере 56%. В отдельных ЦРБ доходит до 36%. Это крайне низко. Конечно же, это печально, но делается очень много хороших вещей. Но сейчас мы о них проговорим. Ну да, одна из таких вещей – это целевая программа ординатуры целевой. Вот опять же, молодые медики могут пойти учиться. На кого именно? Какие специализации предлагаются? Целевая ординатура организуется в ДМГУ. И у нас появилась вот с этого года краевая ординатура за счет средств краевого бюджета. Очень большая благодарность, конечно, Михаил Владимировичу Дегтяреву за то, что он пошел на этот шаг. Значит, наиболее дефицитные специальности, которые определены перечнем приказом, ну и просто перечислено, шерсти, гинекология, неврология, лор-болезни, хирургия, анестезиология, естественно, да, ну и так далее, то есть небольшой перечень. Спектр широких. Спектр широких до 15 специальностей. Значит, это наиболее востребованные специальности, которые, скажем так, молодой человек по окончанию шестого курса ДМГУ может приобрести и абсолютно гарантированно по окончанию этой ординатуры целевой трудоустроиться в краевое учреждение здравоохранения, как правило, ЦРБ, и при этом может попасть еще в дальнейшем, я просто на перспективу всем молодым людям рассказываю, что у нас есть программа «Иземский доктор», как вы сказали, да, и кадры здравоохранения, открывая программы, опять же, заслуга правительства Хабаровского края, и «Сберкапитал», то есть и по отдельным программам может также получить, помимо того, что он гарантированно трудоустроится, еще и получить деньги. По поводу «Иземского доктора», районы приравненные к Крайнему Северу, да, Крайнего Севера, это у нас все, что выше Николаевска получается, врачи могут получать до 2 миллионов, а средние медработники — до 1 миллиона, да, просто такие единые компенсационные выплаты, так называемые. То есть здесь вот такой порядок. В целом, как программа работает? Что нужно молодому абитуриенту для того, чтобы попасть в эту программу и успешно ее завершить? По целевому обучению, вы уже действительно назвали у нас и ординаторов, и туда же входят и абитуриенты, для абитуриентов очень просто. Необходимо, если ты уже оформил, скажем так, свое понимание, куда ты пойдешь учиться, необходимо, чтобы молодой человек пошел уже непосредственно к Краевое учреждение здравоохранения накануне кампании по поступлению в ВУЗ, заключил договор, на основании этого договора документы подаются в приемную комиссию ДВГУ, и мы таким образом, скажем так, можем получить целевое обучение все 5-6 лет, которые у нас есть в институте. А по ординатории у нас происходит следующим образом. Студенты 5-6 курса ежегодно проводятся предварительные распределения, то есть мероприятия, куда приглашаются главные врачи наших центральных районных больниц, мероприятия, куда приглашаются, в том числе и больницы, и Комсомольска, и Хабаровска, главные врачи. И там главные врачи, с учетом успехов и достижений студентов, предлагают каждому целевую ординатуру по той или иной специальности. В этом году было предоставлено 165 целевых мест в ординатуру федеральную. Ну а по Краевой ординатории у нас уже поступило 8 студентов, сейчас они уже ординаторы, которые отучившие эти 2 года пойдут работать уже в конкретное учреждение. А если, не дай бог, вот ставка, например, вот была сокращена, закрывается больница, ФАП, или человек вынужден прекратить работу в выбранном поселении, что делать в таком случае? Ну, заключается договор с юридическим лицом непосредственно с Краевым учреждением здравоохранения. Если ФАП сократился, я сомневаюсь, что он сократился, и вообще сократится... Гипотетически, да. Его переведут либо в центральную районную больницу работать, либо в амбулаторию, либо в другой ФАП. Без работы не останется? Нет, конечно. По вашим ощущениям, насколько все-таки на сегодняшний день молодые медицинские, ну там, будущие работники понимают, что выгоднее вот в таком целевом направлении, допустим, отучиться, нежели учиться просто так, и потом... Многие же мечтают как? Пойду в частную клинику сразу работать, буду получать много денег. А здесь вроде как ты понимаешь, что у тебя будет достаточно непростой и долгий период становления, может быть, не очень высокая зарплата, но зато это... Ну, железобетонно, зато это стабильно. Вот насколько все-таки перспективно это направление и преимущество очевидно? Очевидно, абсолютно, потому что для того, чтобы стать профессионалом, нужно каждый день в очень большом напряжении, ритмично делать те процедуры, которые, скажем тебе, сделают профессионалы. Ну, в частной клинике не знаю насчет операций или манипуляций каких-то. Просто каждому надо подумать, вы пойдете к хирургу, который оперирует тысячу операций в год, или к тому, кто оперирует одну операцию в год в частной клинике. Я сколько не оспариваю частные клиники, возможно, и там есть высоченные персоналы, но для того, чтобы состоялся профессионал, ему нужно пройти систему здравоохранения. При этом, я напоминаю, гарантированное жилье, выплаты и единые компенсационные выплаты. И в некоторых районах, если нет жилья, обеспечивают компенсацию на съемы жилья, так называемые. Специалист должен расти, пройти все этапы. Ну, будем надеяться, что очень скоро нам удастся побороть все-таки этот кадровый дефицит в нашем регионе. Спасибо вам большое за информацию. Мы поговорили о целевой ординатуре. В гостях был Юрий Боченко, министр здравоохранения Хабаровского края. До новых встреч!